Рекомендую перед просмотром ролика посетить канал Киряша. Качественный монтаж, грамотная речь автора, а на канале можно увидеть летсплеи, рассуждения на разные игровые темы, и в скором времени на канале будут прохождения новинок. Если заинтересовался, то ссылка в описании под роликом. Здарова, друзья! Под прошлым роликом, в котором я рассказывал историю, где я чуть не залетел на 15 косарей, довольно неплохо вырвался по просмотрам, более того, практически все мои ролики, где я рассказываю какие-то долбанутые истории из жизни, тоже более-менее пользуются популярностью, поэтому я решил не сбрасывать марку и рассказать кое-что не менее ебанутое. Кстати, под прошлым роликом многие мне писали, что в истории я слишком грубо отозвался о человеке, что типа так было нельзя делать, а что если бы он это увидел бы и в суд бы на меня подал бы. Во-первых, начнем с того, что в истории я ничего не преувеличивал и рассказывал ровно то, что было. Во-вторых, учитывая его интеллект, напомню, он был дотер, даже если бы он увидел этот ролик, он вряд ли бы догадался, что я рассказываю про него. В-третьих, в этом ролике я ни разу не произнес его имени, фамилии, адреса, где он работает и так далее. Так что претензий ко мне по поводу того, что я о нем рассказал, их вообще не должно быть, потому что я сохранил человеку анонимность. Ничем уголовным у меня тут даже не пахнет. История, о которой я хочу поведать сейчас, приключилась не столь давно, и она опять связана с клиентом, который нихуя не разбирается в компах и который тоже относится к группе людей с отклонениями в психике. Правда, у этого клиента была еще одна неприятная особенность. У него была желтая справка. Для тех, кто не знает, что это такое, ее выписывают в психиатрических клиниках людям, которые ни с того ни с сего могут впадать в состояние гнева. Простым языком, мой следующий клиент был самый что ни на есть псих со справкой. И причем появился он не хер пойми откуда, а по рекомендации моих знакомых. В последнее время я даже уже начал задумываться, а может мои знакомые тоже ебанутые, или им просто нравится подкидывать мне материал для роликов. Загадка да и только. Это произошло ранним утром, меня в 10 часов разбудил звонок от незнакомого номера, который я сразу же сбросил, потому что до сих пор хотел спать. Поставил телефон на беззвучный режим, чтобы никто мне не мешал. Через 3 часа я просыпаюсь, и в списке вызовов узрел, что у меня 15 пропущенных вызовов от абонента, которого я ментально послал нахуй в 10 утра. Позвонил на этот номер, и трубку снял какой-то пацан, и тогда по его голосу мне показалось, что ему не больше 18. Однако то, что он со странностями, я это понял сразу. Во время разговора голос у него был очень взволнованный, как будто ему приставили дуло у виска. Чего он там мог испугаться при разговоре со мной, я понятия не имел. Короче, он хотел ко мне обратиться с советом по подборке комплектующих к своему ПК. Сказал, что ему нужно обновить процессор и видюху. Хочу сказать, учитывая бюджет и те желания, какие у него были, покупать ему надо было не железо, а губозакаточную машинку. Бюджет у него составлял около 40 тысяч, и на эти бабки он хотел обзавестись, вы не поверите, i7-4 поколения и GTX 1080. Для справки, если вдруг кто не знает, сколько это железо стоит в реале. На самом деле, это были лишь цветочки. Самый пиздец начался, когда я узнал, для каких потребностей он собирал всё это железо. Чтобы в Бэтмене реалистичнее бились стёкла, и чтобы в Ведьмаке у Геральта была реалистичнее борода. Отдать 40 с хуем тысяч ради технологии физикс и хайрворкс? Я один считаю, что этому чуваку просто некуда было девать деньги. На долю секунды я представил себя на его месте, как бы я играл в эти игры, если бы у меня были такие же заёбы. Короче, я ему внятно объяснил, что за такие деньги он сможет себе позволить только одну из этих деталей. Ну и мы согласовались, что тогда будем подбирать ему новый проц с новой материнской платой, потому что прошлое у него было с сокетом под АМД, и вместе с этим ему надо было подобрать кулер. А также ещё он попросил меня, чтобы это добро я помог ему установить. Скрывать не буду, за такую поистине пустяковую затею я спросил у него 1300 рублей. Окей, какое железо покупать мы с ним тоже согласовали. Мне оставалось лишь только дождаться, когда он всё это купит. Проходит пара дней, он мне звонит, говорит, что железо приехало, осталось только его забрать. Ну окей, я ему говорю, как заберёте, звоните, я приеду и всё вам поставлю. Далее от него была ещё одна не менее странная просьба. Он попросил, чтобы на выдачу товара я пошёл с ним. Спросите, зачем? Он, не стесняясь, думал, что его там могут наебать. Как его там могли наебать, я себе слабо представлял, но потом подумал, что ладно. Возможно, человек впервые что-то заказывал через сеть, возможно, ему ещё 18-ти нет. Съезжу с ним и помогу. Согласовались с ним встретиться на остановке, откуда мы могли бы доехать до пункта выдачи. И когда я пришёл на остановку и увидел своего клиента, я был просто в перманентном ахуе. Вместо юноши 18-ти лет, как я изначально представлял, передо мной стояла верзила на голову выше меня. Мой рост метр восемьдесят семь, если кому интересно. И лет ему было не 18, а 27. Мужик, 27 лет, боится, что его могли наебать в пункте выдачи. Не пиздец ли? Первые признаки того, что он ебанутый человек, я заметил, когда мы ехали в маршрутке. Почти всю дорогу он мне рассказывал про игры, на каких настройках он планирует играть, в какие игры и так далее. И ладно бы, если бы он это говорил хотя бы тихо. Так нет. Он настолько выкрутил свой оральный аппарат, что нас слышал весь автобус. Пока мы беседовали, я примерно каждые 30 секунд тихонько оглядывался и видел, что все пассажиры смотрели на нас как на идиотов. Было чертовски неловко на тот момент, но что было поделать, мне на тот момент нужны были деньги, так что приходилось терпеть. Доехали мы наконец до нужного места. Наконец-то этот пиздец кончился! Так я подумал. На самом деле, настоящий пиздец был еще впереди. Мы пришли в пункт выдачи, забрали железо. Кстати, забыл сказать, какое железо мы тогда забрали. Это был i7 4770. Материнка, ребят, честно уже вот, ну не помню какая. Единственное, что помню, она была от гигабайта и стоила 7,5 тысяч. А кулер мы взяли от Zalman. И вот, ребят, напишите в комментариях, если у вас такой же кулер, за сколько времени вы его установили. К примеру, я только через час вкурил, как его поставить. Серьезно, мне вот реально интересно, это у всех была такая херня, или это я просто долбоеб? Мы пришли, я при нем проверяю товар, вроде нас не наебали, говорю я клиенту, и потом мы едем к нему домой. И именно у него дома я узнал, кто этот клиент на самом деле. И кто он, не в плане, где он работает, с кем водится или чем занимается, а в плане душевного состояния. Это был просто на всю голову ебнутый человек. А характеризовать это создание как-то мягче, увы, я не в силах. У него дома была маленькая кошка, точнее, это был котенок. Ему было, ну, может быть, на глаз месяцев 6-7. Когда я собирал железо, придурок сидел рядом со мной, не переставая мне капать на мозг, во что он будет играть и как долго. И начал душить этого котенка при мне. Причем издевался он над ним с такой силой, что у животного аж глаза закатывались. Естественно, я не мог на это смотреть и попросил его прекратить. Он не прекратил. В конце концов, я встал и не успел сказать то, что хотел, как позвонили в дверь. Котенка он отпустил, и пока он был в коридоре, животное я спрятал в шкаф. Когда он пришел, я почти установил процессор с кулером, но вернулся он не один. С ним была девушка лет, этак, 30, но весьма симпатичная, вроде даже как адекватная. И сперва я подумал, что это, возможно, его сестра. Вы не представляете, в каком я был ахуе, когда я узнал, что это была его жена. Я сейчас ни в коем разе не завидую, но для справки скажу, что клиент не отличался особой привлекательной внешностью, и уж тем более интеллектом. Что эта барышня в нем нашла, уж тем более, какими неестественными методами он ее закадрил, я в душе не ебал. Немного с ней поболтав, я узнал, что она, да еще задротка, фанатеет от ведьмаков, от ассасинов. Кстати, именно она мне сказала, что у ее мужа желтая справка. Но, увы, долго поболтать мне с ней не удалось, ибо этот идиот решил просто перед моим уходом изнасиловать мой мозг очередными идиотскими вопросами. Самый идиотский вопрос был про монитор. Его интересовала сильна ли разница мониторов одинакового разрешения, но разных размеров. Будет ли мутная картинка в играх, если он купит монитор с диагональю 27 дюймов с разрешением 1080p? Для примера я говорю, что у меня дома телек с диагональю 40 с лишним дюймов. Я, кстати, не соврал, у меня дома действительно такой телек, я брал его в рассрочку год назад. И говорю, что у меня с картинкой все отлично. И потом он еще спрашивает, нормально ли брать телек размером 31 дюйм. Ребят, я вам честно скажу, я за всю свою практику многих людей повидал, и опытных, и не совсем, но вот чтобы тупых это впервые. С пенсионерами легче работалось, чем с ним, однако это было еще далеко не конец. Когда я ушел, проблемы у него не закончились, он мне постоянно названивал, названивал, названивал и заебывал мозги вместо того, чтобы просто посмотреть решение в интернете. И вот теперь, друзья, у меня есть к вам небольшое предложение. Вот если под этим роликом наберется хотя бы 1000 лайков, то я выложу нашу запись с телефонного разговора. Заодно сможете убедиться, что я вам не вешаю лапшу на уши, как делают некоторые личности. А на этом у меня все, если история вам понравилась, то не забудьте подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. А пока, всем до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok